Всем привет дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Акс Студио и мы продолжаем нашу серию видео уроков по программе Source Filmmaker сокращенно CFN. Друзья, поставьте лайк этому ролику, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики, а также загляните в описание и в закрепленные комментарии, чтобы подписаться на другие наши каналы и на наши другие соцсети. И самое главное, подпишитесь на наш телеграм-канал, ведь именно там вы всегда сможете быть со мной на связи и всегда сможете знать, когда выходит новый ролик, либо новый проект. Итак, в первом видео уроке я вам рассказал, что я вам рассказал? Я вам рассказал, как скачать программу CFM, как ее установить, как скачать Steam и так далее и тому подобное, как запустить, как создать новый проект. В этом же видео уроке я вам расскажу, как нам загружать карты из мастерской Steam, как нам загружать модели из мастерской Steam и так далее и тому подобное. И как их добавлять в саму программу CFM, как их выставлять на карту и так далее, как добавлять камеру, свет и прочие-прочие-прочие мелочи, какие мы сегодня с вами разберем, чтобы вы все это понимали. Я буду создавать плейлист по этой программе, чтобы вам было проще. Если будут какие-то вопросы, друзья, еще раз напоминаю, не стесняемся, задаем вопросы в комментариях, либо в нашем телеграм-канале. Я либо там на них отвечу, прямо в комментариях, либо же расскажу это в следующем видео уроке. У меня, я читал ваши комментарии, кстати говоря, читал ваши комментарии, некоторые комментарии просто благодарственные, спасибо Акс, что выпустил для нас серию по урокам CFM. Некоторые комментарии, конечно, бывают очень такие специфические, по типу, как у меня нет электронной почты, как создать электронную почту. Но я не знаю, друзья, если до такой степени наши видео уроки будут углубляться очень далеко и бесконечно. Можно как установить Windows, как, я не знаю, там, поставить то, как сделать скриншот, это все-все-все. Ну, друзья, ну, как-нибудь разберитесь уж, у нас урок не потом, как создать у нас, грубо говоря, электронную почту, а как пользоваться программой CFM. Так что, друзья, посмотрите другие видео уроки, как создать электронную почту. Вот, так что давайте будем ближе к теме, так сказать, чтобы не растягивать наше удовольствие. Итак, давайте, друзья, начнем. Давайте начнем. Переходим, представим, что у нас нет проекта, да? Я прямо сейчас закрою Steam, точнее, закрою CFM полностью. Загружаю заново, загружаю заново с самого нуля. Запускаем CFM, представим, мы с вами сейчас с самого начала создаем новый проект, да? Правильно. Мы создаем новый проект. Назовем его проект. Просто проект. Проект. Не знаю, как пишется правильно. Имя проект. Директория. Понятно у нас. Cprogramfiles. ТТТ. Это где у вас установлено. Либо же можете изменить. Брауз. Заходите в брауз. Мой компьютер. У меня вообще сейчас CFM у нас находится на диске F, если я не ошибаюсь. Steam Library. Steam Maps. Come on. Sword Filmmaker. Game. Workshop. Session. И выбираем эту директорию. Пусть у нас проекты все сохраняются на диск F. Там, где у меня установлено. У меня просто первоначально был CFM установлен на диске C, я потом его перенес на диск F, потому что мне на C не хватало места. Так, ладно. Так, ладно. Что у нас тут теперь? Так, фреймрейт оставляем 24. Пока что нам, в принципе, давайте научимся с 24, извиняюсь, с 24, короче, количеством кадров в секунду. А дальше уже, если кому надо, мы их будем увеличивать. Все, создаем новый проект. Все, у нас нету карты, у нас нету моделей, у нас нет ничего. Теперь мы с вами отправляемся в Steam, как я уже говорил, из прошлого видеоурока. Кто не видел, посмотрите. Заходим в библиотеку. У нас уже должна быть установлена программа Source Filmmaker, правильно? У меня здесь список из всяких игр, но у вас, возможно, нет здесь никакого списка, у вас, возможно, один CFM находится. Заходите сюда. Здесь у вас появляется главное окно программы Source Filmmaker. Далее заходите в мастерскую. Все видно? Все видно, друзья. Заходите, как я. Заходите, как я. Так, далее. Сразу хочу сказать проблемы. Если вы житель из Российской Федерации, у вас, возможно, будут проблемы со Steam, точнее, с мастерской. У вас, возможно, будут не прогружаться модели. Точнее, не прогружаться, а не будут отображаться картинки, превью этих моделей. Моделей либо карт. Поэтому лучше всего использовать VPN, друзья. Если вы не знаете, как использовать VPN, не знаете, что такое VPN, напишите об этом в комментарии. Если таких комментариев будет очень много, я вам объясню, как скачать, как установить. Вот видите, да? Видите, вот некоторые не прогружаются. Получается, картинки не отображаются. Это из-за того, что вы из Российской Федерации, друзья. Вот. Если у вас будет много вопросов по поводу VPN, если вы не знаете, как им пользоваться, как скачать, как установить, какой VPN выбрать и все прочее, напишите об этом в комментариях, друзья. Если будет очень много комментариев по этому поводу, я вам расскажу все просто. Но я пользуюсь, я пользуюсь сейчас другим VPN. Я несколькими VPN пользуюсь, но в принципе не суть. У меня здесь есть уже VPN, который идет с комплекте, так сказать, с Windows. Просто подключаюсь к нему. Подключаюсь к нему. Все, подключено. Все, у нас VPN включен. То есть, даже если я сейчас зайду на YouTube, включу свой один любой видеоролик. Немножечко, конечно, с VPN будет подтормаживать интернет, но это понятное дело. Это ничего страшного. И у меня появляется уже реклама, друзья. Как в старые добрые времена, как в старые добрые времена, вы можете смотреть рекламу. Я вас, друзья, также призываю, если есть какая-то у вас возможность, можете включать VPN и смотреть мои ролики, чтобы я хоть какую-то копеечку смог получать. Но это у нас лирическое отступление. Итак, VPN у нас работает, все хорошо. У нас все хорошо. Теперь, далее. Возвращаемся к Steam. Нам нужны... Тут есть у нас несколько разделов. Видите? На главной странице мастерской видите много разделов. Есть модели. У нас 16581 модель. Есть звуки. Разные звуки можете, кстати, скачать отсюда тоже. И музыкальное сопровождение, и какие-то звуки из игр, из разных, из ФНАФа, и не только, не только, не только, не только. Дальше идут у нас карты, 890 карт. Партиклы. Это те самые спецэффекты, магия, взрывы, дымы и прочее. Скрипты. Это типа дополнительные какие-то дополнения, плагины для работы с AFM. Это я вам, возможно, в отдельном ролике, в отдельном видеоуроке об этом расскажу. Материалы и текстуры. Это, по сути, то, как будет выглядеть наша модель и прочее. Сессии. Это готовые у нас, готовые, так сказать, проекты людей, которые создавали уже свои проекты. Возможно, посмотрите. Может быть, что-то для себя там найдете. Об этом сейчас не будем. И анимации. Анимации. Это готовые анимации от тех или иных персонажей. Например, походка, бег, прыг и так далее. Люди, бывает, какую-то анимируют персонажа какого-то, а потом его анимацию просто сохраняют для того, чтобы другие люди могли использовать готовые анимации для того или иного персонажа. Но сейчас не об этом. Переходим в карту, друзья. В карты, точнее. Нам нужна какая-то карта. Представим, что у нас нет ни одной карты. Вот мы поставили галочку на мэп, и вот они все карты, которые есть у нас в мастерской, друзья. Есть здесь и по ФНАФу, и не по ФНАФу, и всякие города, и леса, и из Бенди, и просто какие-то офисы, и помещения. Ну, все-все, что угодно, друзья. Даже вот, которые вы видели в моем... В моих сериалах и в видеороликах, я все это дело использовал именно из мастерской Стима. Давайте найдем какую-нибудь любую карту. Я просто на примере ее покажу вам, как это дело все работает. Так, находим, допустим, какую-нибудь карту, которой у меня еще нету, которую я еще не скачивал, не устанавливал. Любую найдем сейчас карту приблизительно. Что нам может быть понадобится. Сразу смотрю, друзья, обращайте внимание на количество звезд. Чем больше звезд, тем, значит, это более качественная программа, более качественная карта, либо более качественная модель. Потому что звезды ставят сами пользователи, если карта без багов и прочих-прочих ошибок, что она работает, хорошо выполнена, качественная, красивая. Так что, чем больше звезд, тем больше вероятность того, что эта карта, либо модель будет идеальна для вас. Так, ну давайте что-нибудь быстренько найдем. Я не знаю, любую карту. Давайте, ну вот, на примере The Cinema. Это у нас типа кинотеатр. Это просто пример. Вы можете скачивать абсолютно любые, сами посмотрите, какие. Заходите вот в кинотеатр, нажимаете прямо по ней. У вас открывается окно The Cinema. Здесь вы видите вот несколько скриншотов, скриншотов, что будет на этой карте, друзья. Вот самый кинотеатр. Далее. Теперь, друзья, как только вы исключили VPN, желательно его выключить, потому что, возможно, у вас будут проблемы опять же. Вы нашли то, что вам нужно? Извините, такие сейчас времена, друзья, поэтому такие немножечко сложности возникают. Раньше таких сложностей не было, поэтому я мог вам объяснить все намного проще. Но сейчас есть такие сложности, поэтому объясняю немножечко посложнее. Так, а я отключаю свой VPN, потому что я нашел все, что мне нужно было. Теперь вы нажимаете кнопочку подписаться. Нажимаете подписаться. Так, вы подписались. У вас автоматически эта карта скачалась. И вот у вас заходите, когда в CFM, у вас появляется вот такое вот окошечко. Вот CFM. И у вас появляется окошечко. Download new workshop file. Типа скачать новый файл из мастерской. То есть у вас спрашивает CFM. Хотите ли вы действительно скачать ту самую карту, на которую вы сейчас подписались? Стоит галочка, вот у нас именно та карта The Cinema. То есть у вас спрашивают, хотите ли вы скачать карту The Cinema. Вы подтверждаете, да? То есть вы поставили галочку, что именно да, вы подтверждаете это. Нажимаете ОК. Все. Тут у вас появляются, есть какие-то конфликты. Допустим, я не знаю, это фигня какая-то. Не обращайте на это внимания. У вас тут просят заменить какие-то определенные материалы, либо модели, либо что-то еще. Ничего страшного в этом нет. Не обращайте на это внимания. Просто нажимаете Yes to All. Yes to All. То есть, да, заменить для всех и все прочее. Все. И потом у вас появляется окно, что все файлы, на которые вы подписались, успешно были загружены в ваш CFM. Все ОК. Далее. Теперь, чтобы найти эту карту, ту самую карту, которую вы скачали, вам нужно опять вернуться в Steam. Опять вернуться в Steam, вот в эту страницу. И здесь практически везде, у всех моделей, у всех карт, есть такая вот строчка. Includes называется. Это самое-самое название того, той или иной карты, либо той или иной модели, какую вы скачали, чтобы вам ее найти в CFM. Вот она называется так у нас в CFM, будет она называться так. CFM Cinema B2 BSP. Просто берете, выделяете это все. Вот так вот. Правую кнопку мыши на ней. Скопировать. Просто копируете название. Либо с сочетанием клавиши Ctrl-C. Скопировать. Все, скопировали. Возвращайтесь в CFM. Далее, вот на этом черном фоне, так сказать, на нашем главном окне, где у нас происходит все, так сказать, волшебство и действие. Нажимаете правую кнопку мыши. Появляется вот такая вот небольшая, типа, менюшечка. Нажимаете его, в самом низу у вас есть будет Load Map. Загрузить карту, друзья. Вот сюда нажимаете Load Map. Все, у вас открывается еще одно окно. Вам предлагают загрузить ту или иную карту, какую вы хотите. По умолчанию стоит, где вы будете искать. По умолчанию, то есть, все ваши карты и модели, они будут загружаться в папку Workshop. Но вы можете поставить без изменений. Типа, будет искать из всех папок, какие есть у нас вообще в CFM. Я оставляю так обычно. Теперь вот в нижнее окно, где написано Filter. Filter. Это я стираю. В этом окне вы нажимаете либо правую кнопку мыши и Past, то есть вставить. Либо же просто Ctrl-V. И вы вставляете название той карты, которую вы сейчас скопировали из мастерской Steam. Вот. То самое карты кинотеатра. Вот она CFM Cinema 2 PSP. И вот она появилась у нас здесь. То есть CFM, мы ее правильно скачали, правильно загрузили. Все нормально. Вот она у нас уже здесь есть. Нажимаете Open. Все. Выбрали, нажимаете Open. Ждете какое-то время. Все зависит от вашего компьютера. Если он супер мощный, крутой, то загрузится быстро. Если похуже, то помедленнее. Итак, вот у нас наша карта. Так сказать, вот он наш самый кинотеатр. Тот самый. Так, сразу говорю. Вот вы зашли. Чтобы вам перемещать. Вот есть у нас здесь вкладка. Work. Есть камера. Есть камера специальная, так сказать, исходная камера, которая у вас будет аниматься. А есть рабочая камера. Work камера. Которую вы можете просто смотреть из разных ракурсов. Я говорю. Если я... Я стараюсь объяснить более понятным языком. Без всяких заумных слов. Как я это сам понимаю. Есть рабочая камера, где вы можете смотреть на то или иное, так сказать, действие. На ту или иную модель под разными углами. А есть камера специальная, которая уже будет идти на рендер. Рендер это уже будем получать с вами исходный, так сказать, видеофайл. Либо исходный постер, либо исходную картинку. Не важно. Итак, чтобы нам перемещаться по карте, вы просто зажимаете левую кнопку мыши. Вот здесь, прямо на этом экране где-то. Мышкой крутите, это вы у нас просто вот так вот. Если мышкой двигаете, вы только постоянно надо держать левую клавишу мыши, постоянно нажатой. И вы будете перемещаться по, так сказать, на одном месте. Просто будете вертеть вот так камерой. Если вы хотите перемещаться, то как в любых играх. Кнопочки знаете, как ходить и так далее и тому подобное. Как в любых играх. В, А, С, Д. В, В точнее, вперед. С, английская, назад. А, английская, влево. Д, английская, вправо. Так же, как вы в играх перемещаетесь. Так же с помощью мышки одновременно вы перемещаете сам обзор камеры. И так же с помощью клавиш вы перемещаетесь по ней. То есть вы можете выходить за край карты. Посмотреть, что она из себя представляет. Если нажмете клавишу Shift, то это будет ускоренное перемещение. Быстрее. Если вам надо куда-то быстро добраться. В какой-то уголок, так сказать, карты. Вы нажимаете Shift. Вот без Shift вот так вот перемещается. С такой скоростью. А Shift видите, как быстрее намного все перемещается. Так что, если вы нажмете Ctrl, то будет очень медленно перемещаться. Ну, как и везде, в принципе. Это все логично, логично, логично. Так. С этим разобрались. Карту вы, я надеюсь, вы усвоили. Как загружать карту? Если не поняли, пересмотрите еще раз. Перемотайте этот видеоролик. Посмотрите еще раз внимательнее, куда я нажимал. Если же, опять же, будут вопросы, не стесняйтесь. Задавайте в комментариях, друзья. Я на все отвечу. Так, теперь. В принципе, мы с этим разобрались. Карта у нас есть, да? У нас, по-моему, не будет света. Возможно, карта будет темная, без источников света. Вот как сейчас, да? Вы просто на правую кнопку мыши нажимаете и включаете свет. Но это потом я вам все объясню. Этим не надо будет пользоваться, когда вы будете добавлять свои собственные источники света. Фух, это будет очень долго. Теперь давайте. Мы с этим разбрались. Теперь давайте опять вернемся в Steam. В Steam быстренько. Опять зайдем в библиотеку, в CFM, мастерская. Далее опять я включаю VPN, подключиться. Подключаясь быстренько к VPN. Ждем. Подключено. Теперь заходим во вкладку модели. Модели. Здесь у нас очень много моделей. Бесконечное количество моделей. Просто всего, 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 всего. Что только вы можете просто задолбаетесь искать. Просто если надо, вот есть 40 поисков. Если вам что-то нужно конкретно, я обычно пишу FNAF по-английскому. Все здесь писать надо обязательно английскими буквами, друзья. Латиницей. Кому если так проще. Нажимаете Enter. И у вас находятся все модели, которые так или иначе связаны с FNAF. Вот такие модели. Опять же, обращайте внимание на звезды. И чем больше звезд, тем качественнее модели. Выбираем какую-либо модель, понравившуюся у вас, которой у вас нет. Например, не знаю любую. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, кого мы возьмем. Но у нас Springtrap нужен, в принципе. Вот есть Spring Bonnie. Всякие твисты, аниматроники. Все модели. Springtrap, он такой улыбающийся. Эннерды. Ну все-все-все-все-все-все-все-все-все конкретные, так сказать, модели из вселенной FNAF. Если вам нужен какой-то конкретный аниматроник, пишите по-английскому, допустим, Springtrap. Нажимаете Enter. И у вас находятся все модели с именем Springtrap. Вот такие. Опять же, обращайте внимание на звезды. Чем больше звезд, тем качественнее модель. Я использую вот эту модель, моя любимая, Springtrap версии 4, хоть она и уже очень старенькая, но все-таки моя любимая. Так что не судите строго тех, кто думает, что почему я использую старую модель. Вот. Давайте-ка найдем какую-нибудь модельку, более-менее качественную, подходящую. У нас есть такая модель Springtrap, которую я использую тоже в своих влогах Springtrap. Вместе с Springtrap есть модель, там тоже от него идет. Я вам просто покажу на примере. Вот, ледяной Springtrap. Нет, ладно, не будем ледяного. Тут пошли уже FNAF Air модели почему-то. В названии Springtrap. Так, ладно, давайте что-нибудь другое. Просто FNAF еще раз введу. Это я просто вам показал, что здесь. У меня просто почти все модели Springtrap, они уже скачаны. Поэтому я уже все испробовал модели, какие только можно. Давайте кого-нибудь другого возьмем из FNAF, так сказать. Любого. Любой модель. Ищем по звездам. Ищем, ориентируемся по звездам, друзья. Чем больше звезд, тем качественнее модель, друзья. Напоминаю вам. Так, ну вот, неважно. Вот пусть будет Фредди. Вот это вот самый Фредди. Я напоминаю, что искать модели, кто живет в России, друзья, надо только с включенным VPN. Так будет проще. А, это у нас полный пак всех аниматроников, сломанных из второй части игры, друзья. Вот такой вот пак есть у нас, существует. Я просто на примере показываю. И Shadow есть, и такие модели, короче. Здесь скриншоты показаны, какие модели вы скачиваете. Поэтому, теперь, друзья, кстати, еще одна поправочка. Еще одна поправочка. В некоторых картах, когда вы заходите, в некоторых... Так, сразу же, я нашел подходящие мне модели, да? Я захожу опять, отключаю, отключаю, отключаясь от VPN, возвращаясь сюда. Вот, вы нашли эти модели, да? В некоторых моделях, либо картах, вот тут будет еще дополнительное окошко. Не везде, но в некоторых бывает, друзья. Вот, и этот видеоурок у нас немножечко затянется. Но ничего, в третьем уроке постараюсь все потом уже буду выставлять. Свет, камеру и все остальное. И модели расставлять. Вот, здесь у нас бывает такое вот окошко необходимые продукты. То есть, если вы скачаете просто, подпишетесь на эти модели, допустим, они у вас могут работать нестабильно, если вы не скачаете к ней, которые идут дополнительные необходимые продукты. Это не всегда работает, но если есть такое окошко с необходимыми продуктами, то вам надо подписаться не только, так сказать, на эти продукты. Видите, вам сразу тут предлагают подписаться на другие продукты из этой, так сказать, директории, друзья. Так что вы подписывайтесь на эту, потом заходите сюда, какие вам продукты требуют, просят вас точнее подписаться, желательно, потому что может быть нестабильно. Тоже на них подписываемся, друзья. Подписаться. Так, тихо. И на вторую тоже заходите, тоже здесь подписаться. Может быть, больше список здесь из пяти, либо вообще не быть этих. Если нет такого окна необходимые продукты, значит ничего страшного. Вы подписались и все остальное. Все, вы подписаны. Дальше, сразу ищем. Вниз листаем, как я вас учил. Лиз и ставим. Лиз, вниз листаем. Proof, 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 proof. Так, тут у нас, кстати, разработчик этих моделей не написал. Не написал название этих. То есть, как я вам показывал. А, вот, Includus. Вот, Includus. То и Фредди, Мангл, в принципе, можете по названиям. Вот. В принципе, вот они появляются. У вас запрашивают. Хотите ли вы, да? Да, действительно. Да, вы подтверждаете. Сейчас я вам найду, в принципе, эти модели. Все, модель скачана. И вот эти дополнительные два, тоже, на что мы подписались. Заменяете. И заменяете. Окей. Все нормально. Все. Вы модели скачали. Теперь дальше пишите. Вот, что у вас тут, допустим, было. Де Мангл. Че вам нужно? Де Той Фредди. Не знаю. Заходите назад в CFM. Нажимаете правую кнопку мыши. Вот здесь. Только уже теперь в этом окошечке. Либо нажимаете на кнопочку плюсик. Как вам, кому удобнее. Я нажимаю сюда правую кнопку мыши. Либо плюсик можете нажать. Нажимаете плюсик. Третья строчка. Create Animation Set for New Model. То есть добавить новую модель в сессию. Нажимаете New Model. И здесь пишите название того, что модели вы скачали. В моем случае, Той Фредди. Тут у меня уже много всяких Той Фредди есть. Разного вида. Всякие. Всякие Той Фредди. Вот из FNAF Help Wanted Той Фредди. Вот такой вот Той Фредди. Вот такой из FNAF Air в Той Фредди у меня есть. Вот тоже такой же вот древесный. Золотой Той Фредди. Shadow Той Фредди. И так далее. Выбирайте. То есть у вас будет скорее всего одна модель какая-нибудь. Вот выбирайте более понравившуюся. Правильно? Вот. Я выбрал допустим вот эту модель. Вот она. Допустим моделька у вас. Вы ее выбрали. Той Фредди. Нажимаете Open. Вот она у вас пожалуйста появляется. Вот ваша моделька Той Фредди. Все. Вот она уже здесь в списке. У нас уже есть. То есть у вас в вашей сессии уже добавлена одна модель. Вот она так вот выглядит. Видите сюда. Внимательно смотрите. Это все полностью здесь. Полностью находится модель. Здесь нажмете на кнопочку плюсик. Здесь раскроются ее кости. У каждой модели есть кости. Кости друзья. Кости. Как и у человека. То есть каждая кость отвечает за то или иное действие. Есть кости руки. Вот видите. Кости руки. Белым. Вот видите. Я нажимаю. То есть я выделено полностью. Если не выделено. Вы не увидите какие кости у нее выделены. Либо можете нажать клавишу Ctrl. И они будут подсвечиваться. Те кости какие у него есть. Либо выделяете. Вот смотрите. У каждого модели есть кости. Есть кости руки. То есть плечо, предплечье, рука. То есть левая, правая рука. Есть кость, так сказать, туловища, спины. В данном случае бип спин называется. Спина. То есть полностью. Есть таза, тазобедренная кость. Наша главная кость. Одна из главных костей. К которой привязаны все другие кости. Ноги, спина. То есть все начинается от этой кости. Это самая главная кость. Запомните. Бип пелвис называется. Это у всех практически моделей нормальных. Это считается главной костью, друзья. К этой кости привязаны все, абсолютно все модели. Ой, все другие кости. И вот кости ноги. Я неправильно. Бип хип. Колено. Ниже колена. И фут. Чтобы, допустим, нам выбрать ту или иную кость. Вот с зажатым контролем. Выбирайте кость руки. Выбрали. Все. И здесь нам теперь потребуются вот эти вот клавиши, так сказать. Вот эта клавиша отвечает за перемещение. То есть если вы хотите оторвать руку, либо ее просто куда-то убрать, то используйте эту, так сказать, функцию. Вот эта функция, это называется Rotation. Это называется, как она называется? Move, move, move точнее, если быть по-правильному. То есть перемещение. Просто перемещение по всему пространству. А это Rotation, то есть вращение. Это вращает кости. Понимаете? Она не отрывает, она просто вращает. Понимаете? Если вы начинаете двигать за полосочки, то тоже есть оси X, оси Y. Но это сложно, друзья, для вас. Просто понимаете, что как вам надо ее поставить, эту кость, так вы будете руководить. Вот видите, нажимаете и держите за эти вещи, так сказать, за эти штуки. И перемещаете эту кость так, как надо. Нажали Ctrl, выбрали другую кость. Поставили вот так вот. Также с этой рукой. Надо, выбрали эту кость. Так вот ее переместили. Руку так, можете кверху поднять. Можете здесь. Выбрали так вот. Как угодно, друзья, можете здесь, так сказать, пользоваться. Вот, поднял руку. Ничего здесь сложного нет. В принципе, я думаю, если вы немножечко понимаете, о чем я говорю, вот сделайте так, что он, типа, держит микрофон, типа, он поет песни. Кость шеи. Шею перемещаете. Кости головы. Вот так наклоняете. Вот он вам машет рукой, типа того. Выключайте свет. Ладно, потом свет я вам в следующем уроке расскажу. Есть кости глаз. Здесь можете раскрыть в полном списке. Вот здесь все отображается. Вот кость pelvis. Можете здесь выбирать, если кому как удобно, друзья. Если вам неудобно с Ctrl выбирать тут кость. Можете выбирать здесь по списку. Все так же называется. Вот pelvis, спина, шея, голова, руки, вот все части рук. Видите, вы их выбираете, и они выделяются здесь автоматически белым. Другая рука. Это кости пальцев. Красным это обычно кости, ну, пальцы правой руки. Зеленым это кости левой руки. Можете их перемещать как по отдельности, так и все вместе, друзья. Кому как удобно. Можете вот так вот делать, руководить. Можете сразу выделить все кости, друзья. Но с этим надо будет поаккуратнее. Кости, там, ног, вот так же можете. Ногу подняли, там, как вам надо, расставили, друзья. К примеру я вам показываю. Вот он такой, такой танцующий Фредди. Танцующий, точнее, той Фредди. И тут еще другие есть вкладка дополнительные кости. Это там отвечающие за глаза, за веки, за брови, за уши. То есть такие мелкие кости, которые не относятся к общим частям тела. Понимаете? Челюсть. Вот джав. Джав это у нас челюсть. Выбирайте. И вот так вот он, типа, вы будете анимировать его, когда он будет говорить. Если вам нужны глаза, выбирайте кости «Ай». Можете сразу два глаза выбрать. И вы перемещаете. И вот он, типа, перемещает у вас, шевелит, так сказать, зрачками. Если вам надо веки, то есть чтобы он моргал. Вот у нас есть веки, кости. Они называются «Айлит». То есть кости. Вы их вот так вот перемещаете тоже сверху вниз. Не надо так их крутить. Это будет неправильно. Надо соблюдать маленечко анатомию и понимать, что веки закрываются сверху вниз. Нажали, открыли, то есть закрыли, открыли, закрыли. У нас у нас моргает персонаж. Вот кости, уш есть. Ушами можете шевелить и так далее. Брови. Все, все здесь. Ну, у некоторых моделей много костей. То есть больше возможностей какой-то, да? Он может шевелить и бровями, и ушами, и глазами. То есть и шляпу можете ему снять, на бекрень поставить. Все, что угодно, друзья. В этом ничего сложного нет. Если вы поэкспериментируете, не пугайтесь, друзья. Если у вас с первого раза ничего не получается, всему можно научиться, друзья. Научитесь, научитесь. Я тоже первоначально очень сильно путался. Потом у вас все будет идти на автоматизме, друзья. Если у вас какие-то, вы что-то случайно сломали, вдруг у вас как-то куда-то ушло, или что-то сломалось, оторвали руку, не знаете, как ее вернуть, нажимайте сочетание клавиш Ctrl, зажатый, плюс Z английское. Одно нажатие, да? Не отпуская Ctrl, видите, вы можете, нажимая клавишу еще Z, вы возвращаетесь к предыдущим вашим действиям. Если вы совершили ошибку, вы просто нажимаете Ctrl, Z несколько раз и возвращаетесь до того момента, пока у вас все работало стабильно. Надеюсь, вы меня поняли, друзья. Если у вас совершили ошибку, нажмите Ctrl, Z, и у вас вернется все на свое место, друзья. Так что все. В принципе, я думаю, в этом все понятно, друзья. Вот в этом у нас уже и так полчаса видеоурока, друзья, потому что не буду затягивать слишком долго. В следующем уроке я вам покажу, как правильно выставлять модели, выставлять камеру рабочую, специальную камеру, которая пойдет у нас в исходном, так сказать, коде, в исходном виде, на рендер. Выставлять свет, освещение, как руководить этим всем процессом, как еще больше поговорим про кости, про движение. Возможно, уже начнем затрагивать анимацию, друзья. Так что посмотрим, как у нас пойдет, друзья. В следующем уроке у вас более подробно вам все расскажу. Но надеюсь, я вам подробно все, что мог в этом уроке рассказал, как загрузить карту, как загрузить модель, как выставить. Все. Я надеюсь, по этому вопросов нет. Пока не выйдет следующий видеоурок, третий, друзья, пока что попробуйте поиграться с этим. Поскачивать какие-то модели, поскачивать какие-то карты, попробуйте их позагружать, подобавлять карты, поэкспериментировать. Просто попробуйте. Если вы боитесь дальше лезть куда-то, попробуйте отточить мастерство, так сказать, в этом. Загрузить модель, загрузить карту и так далее. Поэкспериментируйте. А уже в следующем уроке я вам более подробно расскажу, как пользоваться другими функциями программы Source Film Maker. На этом наш второй видеоурок подходит к концу. С вами был Акс. Это канал Акс Студио. Надеюсь, вам понравился данный видеоурок. Поставьте лайк этому видео, если вам понравится. Если же вам, конечно, не понравился, можете поставить дизлайк, друзья. Это ваше право. Подпишитесь на канал. Обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал. Он будет по ссылкам в описании под этим видео, а также в закрепленном комментарии, друзья. Потому что там вы тоже можете у меня задавать вопросы, на которые я вам с удовольствием отвечу. И вот, и также можете задавать вопросы в комментариях, друзья. Я читаю, читаю комментарии. Обязательно в следующем уроке на какие-то вопросы обязательно ваше отвечу. Ну, увидимся в следующем видеоуроке. Всем удачи, друзья, как говорится. Всем пока. Подпишись. I always come back.